Здрасьте. Доброе утро. Забор попрасьте. Доброе. О чем хотите поболтать? Поболтать? Болтать не хотим. О чем вы общаетесь? Про политику, про экономику, про войну. Войну. Какую войну? Кстати, интересная экономика вообще. Про какую войну? Украинско-российскую. И кого вы поддерживаете? Свою страну, свое государство. Россию, правильно? Да. А в чем вы поддерживаете ее? Во внутренней и внешней политике по большинству вопросов. Не без нюансов. А что касаемо Чечни, Грузии, Афгана? Что именно конкретизировать эти вопросы? Хорошо. Чечня, Грузия. Ну что именно конкретизировать? В чем был интерес вашего государства, за которого вы топите? В Чечне, это часть нашего государства, в этом и интерес был в соблюдении государственной границы. В Грузии ООН признала, что это Грузия напала. Ты признешь силу ООН? Ты признешь силу ООН? ООН признал, что Грузия напала. Ты признешь силу ООН? Ну, в какой-то мере, да, в каких-то вопросах, да. А как ты относишься к тому, что ООН сейчас признала 146 стран о том, что вы страны террористы, если ты признешь силу ООН? Так зависит от того, на каком уровне признали. Там надо разбираться, что это за документы. На уровне ООН? Нет, на уровне ООН разные есть инстанции. Нет. ООН есть ООН. Нет, две инстанции. Хорошо. Ну, если вы считаете, что две, то... А сколько? Ну, основные две. Сколько еще? Да там масса их, там куча всяких профильных институций. Если мы говорим про комменные движения, то основные две. Я не настолько хорошо разбираюсь в структуре ООН, чтобы с вами сходу согласиться. Ну, допустим, ну, две есть важных, да. Совет Безопасности и Генассамблея. Окей, хорошо. Давайте так. Давайте так. Не важно, какая санкция ООН и так далее. Но ООН вынесла резолюцию о том, что Российская Федерация является террористической и президент является агрессором. Ну, если это мнение какого-то частного человека из ООН, то ничего страшного. Нет. Не важно, сколько людей подписалось перед этим. Вы знаете, что такое резолюционное? Ну, плюс-минус. Плюс-минус? Это голосование, да. Ну, голосование, что ли? И вот 146 и против 17 проголосовали за то, что Российская Федерация является в 21 веке террористической... Ну, и что? Ну, проголосовали, и что? Ну, и что? На что это влияет? А, ты отрицаешь это? Я не отрицаю. А почему ты увидел? Я... Почему я увидел? Я говорю, ну, проголосовали, и что? Ну, и что, слышишь? А вот, смотри, к тебе придет... Согласился. Где увидел? У тебя родится... Придет сосед у... В очко и... Это вам близкие примеры. Ко мне эти примеры не близки. Давай, давайте на чем-то более реалистичном. А что ты съезжаешь? Ужик. Я не съезжаю, я согласился с вами сразу. Подожди, а с чего мы начинали только что? Только что про он говорили. Я сказал, я согласен. Ну, проголосовали, и что? И что дальше? Ну... Где я съезжаю? А то, кто? Это вы съехали в своей фантазии про очко? Не переживай меня. Вы любите про очко поговорить, поэтому вы съехали с темой резолюции. Ты тупо знаешь что-то? Ты болотная хуйня. Вот и все. А ты думаешь про очко постоянно? Что лучше? А ты знаешь понятие диалога? Ты знаешь понятие диалога? Знаю. Не переключать тему на очко. Тебе близко про очко поговорить? Мне нет. Я не люблю про мужские очки говорить. Скажи, пожалуйста, давай порефлексируем, почему ты любишь про мужские очки говорить? Скажи. Тебе стыдно перед товарищем? Скажи. Скажи. Ты уже с тех, ужас. Подгорел? Я вообще не съезжал. Я сразу признал. Да, проголосовали. И что? А ты такой и что? Давай про очко поговорим. Ты не умеешь вести диалог. Я не умею поддерживать тему про мужское очко, чувак. Это не умеешь вообще общаться. Умею. Не умеешь. Докажи. Почему ты перебиваешь? Докажи. Я тебя хоть раз перебил? Да. Когда? Только что. Давай консультируй. Я говорил про твои фантазии с очком, и ты меня перебил в этот момент. Ты не хотел слушать про то, как ты любишь... Это что? Это вот туалет... Ты не хотел дослушать, как ты любишь фантазировать про мужские очки. Ты меня перебил. Наверное, постеснялся перед... Вот опять перебил. Давай договорим тему про то, как ты любишь мужские очки. Ты очколюб. Давай начнем... Признай, что ты очколюб. Ну давай, давай. Ну видишь, перебил. Ладно, ладно, давай. Не перебиваю. Давай сначала. Давай сначала. Смотри, я говорю, потом ты говоришь. Кто перебивает, тот лох. Согласен? Все. Ты... Знаешь, что такое ООН? Знаешь. Теперь. У меня вопрос целый. Один. Изначально. Начинаем диалог. Готов? Бужик. Готов. Смотри. Согласно резолюции ООН, 146 стран против проголазовало 17. Из них там Эритрея, Корея и так далее. Что? Нет, 4 против. А, 4 даже против меня погуляют. Окей. Можем загуглить, неважно. Что? Российская Федерация является террористическим государством, а ваш президент в розыске, в ГААГе уже. Так вот, я хочу узнать твое мнение по поводу того, почему резолюция ООН именно постановила вот такую резолюцию. Я слышу. Смотри, в розыск Путина подал международный уголовный суд, который, чью юрисдикцию не признают ни Россия, ни США, ни даже, по-моему, Украина. К ООН этот суд, насколько я знаю, отношения не имеет. К чему ты сейчас их сплел вместе, я не знаю. Если ты хорошо разбираешься в мужских очках, разбирайся в них дальше. Занимайся этим делом, не лезь туда. Ты лох, ты меня перебил. Пошел в жопу, лошара, я с лохами не разговариваю.